Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа украшений, которые я покупаю в наших благотворительных магазинах. Всем, кто мне впервые, я скажу, что я живу в Канаде, украшения покупаю в благотворительных магазинах. Еще раз повторилась. По ценам в канадских долларах я показываю с ценами в канадских долларов. Кто у меня впервые, на моем канале не только украшения, на моем канале есть обзоры магазинов, примерки, красивые одежки, в общем, болталки про наши девичьи наболевшие. А теперь давайте я вам покажу легкую затравку того, что я вам сегодня буду показывать. Вот такие вот вещи. Вы видели, когда я снимала в этом магазине, я снимала то, что я... Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Я снимала то, что я нахожу. При вас я делала эти находки. Некоторые вещи я купила с такой у них есть стенд под стеклом, поэтому их вы не видели, как я их покупала. Вот, и давайте начнем рассматривать. Кое-что есть, что мне очень понравилось. Только сейчас я найду свои очки, которые я куда-то посеяла, и будем рассматривать, показывать и любоваться красотой. Так, ну давайте начнем вот с этих клипс. Очень красивые, интересные клипсы с маркозитами, по-моему, или под маркозиты сделанные. Сделаны под маркозиты, я не уверена. Вы знаете, что я находила их в интернете, эти клипсы. Да, купила я их за 4 доллара. Я находила их в интернете точно... Нет, неправда, не точно такие. Очень похожие. И с очень похожей вот этой вот... Вот этой вот задней частью клипса самого. И здесь была маркировка Germany. На моих нету, но и по виду самых клипс, и по застежке они очень похожи на мои. То есть я думаю, что у меня тоже Germany. Я вам поставлю картинку. Кстати, помните клипсы Nefertiti, которые я находила в одном из своих заходов в магазин? Я вам их показывала. И там была точно такая вот эта вот задняя часть. Я еще сказала, что как это все-таки они какие-то непростые. И они были тоже очень похожи на вот эти клипсы. Эти клипсы очень легкие, тонкие такие. И те тоже были такие же. То есть я думаю, что те тоже немецкие. Я даже думаю, что они из одного сундучка. Просто, как я уже говорила, у нас очень часто выкладывают вещи из одного мешка с разницей в несколько недель. Потому что пока их рассмотрят, оценят и так далее. Но тем не менее, клипсы очень эффектные, красивой формы. Кстати, симметричные. То есть зеркальное изображение, что говорит об их, так сказать, не очень уж дешевом происхождении. Вот так, я думаю, что их нужно наносить вот таким образом в разлет, так сказать, на ухе. Красивая вещь. Задняя сторона вот такая вот. Тоненький-тоненький металл. Наклепки. Здесь никаких маркировок. Но повторюсь, очень похожие клипсы с очень похожей вот этой вот задней частью самого клипа. Я видела с надписью, с маркировкой Germany. С чего я делаю вывод, что они тоже, наверное, сделаны в Германии. Так, вот такая милейшая, милейшая брошечка. Думаю, что австрийская. Два доллара они за нее хотели. Маркировок никаких нет. Я думаю, что она винтажная, старенькая. Очень милая. Сделана пайкой. Задняя сторона. В общем, похоже на винтажную австрийскую брошечку. Крошечных два сердечка. Красивые, блестящие, переливающиеся кристаллы. Ну, чем они хуже бриллиантов? Ну, я не знаю. Ну, по-моему, ничего. Шучу. Ну, она действительно очень милая. Малюсенькая, но хорошенькая, симпатичная. Ах, какая красотка, посмотрите. Интересно, с чего это? С чего мы? Стеклышко или даже хрусталики. Прелестные, просто прелестные. Так, вот такие бусы. Пластик. Но блестят, переливаются. Боже мой, какие они шикарные. Просто шикарные. Плюс они маркированные. Значит, тоже стоили они недорого. Стоили они 4 доллара. И я думаю, что это Эйвен. Потому что... Потому что... Потому что... Сейчас скажу вам, почему. Здесь есть маркировка на них. Маркировка здесь есть. Где-то вот тут. У нас есть маленький-маленький шилдик. Ой, сейчас найду. Приближу, покажу вам. Вот это вот. Н-Ар-Ти. Это, как правило, говорит о том, что изделие от Эйвен. Многие говорили, что вот это Н-Ар, это не наречен. Но, по-моему, нет. Насколько я знаю, что это нет. Вот. Значит, бесподобны цвета. Посмотрите, какие сиреневые, красные, розовые, медовые. Хоть это и пластик, но блестят они. Переливаются очень красиво. И здесь она... Бусы такие массивные. Состоят из двух таких, как бы... Значит, в каждой нити. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь рядов. И они вот таким вот узлом между собой. Видите, в центре переплетены в такой узел. Честно говоря, я бы лучше его расплела и сделала бы просто вот просто ровные, гладкие бусы. Но уже, как есть, бесподобны. Красивые. На лето просто шикарно. Знаете, они такие богатые. Прямо как кристаллы блестят, переливаются. Очень мне понравились. Очень люблю вот такой вот. Тем более, что это маркированные бусы Эйвен. Это всегда хорошо. Так, следующая брошь. Она немножко с дефектом, но я все равно решила ее взять, потому что стоила она всего лишь 4 доллара. Странный, странный дизайн. Очень не характерен для винтажных вещей. Видите, дефект у нее вот здесь. Не то скол покрытия, не то что. Я не очень поняла, честно говоря, что это такое. Но, честно говоря, при носке это особенно не видно. Как будто бы сошел металл или что. Очень странное повреждение. При продаже это недостаток. А для носки это особенно не бросается в глаза. Сейчас я вам покажу ее производитель. Ее можно носить как кулон. Честно говоря, я вам честно скажу, я не в восторге от ее дизайна. И плюс она была немножко повреждена. Но я люблю маркированные вещи, которые особенно не очень дорогие. Итак, это Сара Кавентри. Сделано в Канаде. Что хорошо. Может быть как кулон. И может быть как брошь. Странное напоминает мне какую-то терку, решето. В общем, я не знаю. Очень странный дизайн. Я бы сказала, что такое не очень... Ну, не очень характерно для изделий Сара Кавентри. И вообще для винтажных изделий. Видите, как она интересно сделана. Ну, в общем, интересная штука, но довольно странненькая такая. Я бы сказала. Дальше будет у нас вот такой вот медальон. Медальон. 5 долларов они за него попросили. Он, честно, вот честно, честно, честно. Если бы он не был маркирован, я бы его не взяла. Потому что... Ну, я не знаю. Я не могу сказать... Ой, упал. Я не могу сказать, что он мне прям так очень-очень сильно нравится. Что он какой-то такой прям офигенно красивый. Интересный, необычный. Возможно, на шее, на цепочке он будет выглядеть еще более интересно. Но он маркирован. Это компания Де Орлан. Это довольно дорогой канадский бижутерный бренд. Вот Де Орлан. И здесь какие-то еще цифры тоже. 8, 3, 3, 5. Или что-то такое. Ну, в общем, часто-часто маркируют цифрами и названием бренда. Ну, это 100% Де Орлан. Потому что есть маркировка. Я ничего подобного не нашла в интернете. Возможно, там было еще какие-то серьги к нему или браслет. Ну, в общем, не то, что я прям в безумном восторге от нее. Но это маркированная вещь. Де Орлан компания дорогая. Я решила взять. Пускай будут. Такие вещи пропускать нельзя. Так, следующие у нас клипсы. Лаконичные, в серебряном тоне. Очень интересные. Тоже маркированные. Стоили 5 долларов. Это компания клипсы от... Так, это клипсы от... Ой, пальцы прищемлила. Вэндом. Вэндом. Часто нахожу я вэндом у нас. Сара Кавантри Канада часто нахожу. Потому что, видимо, делались в Канаде. Какие-то части изделий Сара Кавантри. Вэндом. Почему много я нахожу в Канаде, я не знаю. Видимо, может быть, тоже производитель. Производилась где-то здесь или что. Я не знаю. Такие, знаете, классические, лаконичные. Ничего такого особенного в них нет. Но маркированные клипсы стоили там не так уж и дорого. За 4 долларов. Конечно, на реселе они будут продаваться дороже. Я одна хотела что-то подобное, но не помню точно, такие или похожие. В общем, короче, на ухе смотрится красиво. Вы знаете, вот такой вот... Вот эта вот, как бы, лаконичность. Но, тем не менее, они такие тяжелые. И очень, такие, знаете, минималистичные и интересные. Ну и опять же, маркированные Вэндом. Это довольно дорогая компания. Красивая и интересная. Нашла вот такие клипсы. За 5 долларов тоже. Бриллианты переливаются. Кстати, подходит, наверное, к этой брошечке. Но брошечка такая, малюсенькие камушки. А здесь прям такие бриллианты. Бриллианты. Это кора. Маркированные. Сегодня у нас показ вещей, которые, может быть, если бы они не были маркированы, я бы, наверное, не купила. Но так получается. Я, понимаете, почему? Потому что я вам скажу, маркировка, эта вещь, значит, передает сразу цену любой вещь. Поэтому, если вам вещь не очень нравится, и она не маркирована, то вы, конечно, ее пропускаете. Но я так делаю. Если мне вещь, так скажем, ну, если мне совсем не нравится, я не покупаю даже маркированные. Но если, так скажем, ну, да, да, нет, нет, не знаю, но эта вещь маркированная, я беру. Потому что очень, очень мало осталось вещей маркированных в наших, в этих секондах. И вообще даже на ebay. Я вот смотрю то, что продают. А все, что маркированное стоит, очень дорого продают за довольно большие деньги. Поэтому я, в общем-то, не пропускаю. Так. Стеклышки. Они такие, ну, большие, красивые, яркие, с большущим таким камнем. Я не могу сказать, что они прям не нравятся. Нет-нет, они мне нравятся, я люблю, я сорока. Вот такая вот серьга на винте с клепочкой. Явно какие-то 60-е, скорее всего, годы. Может быть, 70-е максимум. Ну, что сказать. Блестят не хуже любого кристалла Сваровски или бриллианта. Что тут скажешь. Смотрите, нашла вот такой интересный браслет. Тоже очень долго думала, брать, не брать, брать, не брать. Мне он понравился. Стоил он всего ничего, 2 доллара. Это вообще даром. Мне понравилось, что у него есть, в общем-то, пружинка. То есть он не совсем какой-то простой, простецкий такой, на резиночке браслет. И действительно, я не могла понять, из чего он сделан. Скорее всего, что это пластик. Потом оказалось, что это целлюлит. Целлюлоза или целлюлит. Я не знаю, как правильно. Целлюлоза. Боже мой, целлюлит – это другое. Простите, пожалуйста. Целлюлит – это в другом месте. Ой, девочки, не смейтесь, не ругайтесь. Я, конечно, как скажу, так скажу. Целлюлит. Целлюлоза. Ой, не могу. Короче, и очень искусно сделан. Посмотрите, как искусно вырезан рисунок. И вы знаете, что я потом нашла? Я вам тоже поставлю картинку. Я нашла на интернете, на реселе. Это винтажные браслеты. Они не маркированы, но они очень недешево продаются. Довольно дорого их оценивают. И я, честно говоря, вот... Ой. Думала, брать, не брать. Непонятно, что это, из чего это. Но когда я его вот на себя надела и поняла, что на лето это просто прекрасный браслет. И опять же, он мне по размеру, что очень редко, очень часто у меня браслеты большие. Но винтажные браслеты, я уже в каком-то видео говорила, мне как раз. У меня очень тонкая рука. И современные браслеты я... Некоторые, которые не по размерам, я на себя купить не могу. Они мне велики, мне надо их уменьшать. Есть, вот, допустим, Пандора браслеты. Я всегда у них там по 16-17, самый маленький. Я покупаю самый маленький размер. И винтажные браслеты мне, как правило, хороши, потому что люди тогда были как-то помельче, помельче. Поэтому и размерчики были ручек другие. И вот браслетики были маленькие, узенькие. И колье, кстати, тоже, которые вот прямо на тоненькую шейку сделаны. То есть я на себя еще их могу застегнуть, хотя у меня не такая уж тоненькая, но как бы не самая, так скажем, большая шея. А некоторые вот просто даже с удлинительной цепочкой просто они на них не застегиваются. Ну вот, вот хвастаюсь этим браслетом. Он необыкновенно красивый, интересный. Никогда ничего подобного не встречала. Нашла на ресейле. Довольно дорого их оценяют, оценивают. Совсем недешево их продают. Так что я считаю, что я правильно сделала, что его купила. Брошь-красотка. Брошь-красотка с портретом. 4 доллара. Тоже маркированная штука. Давайте сразу посмотрим, кто у нас тут. Джерис. Джерис, это тоже известный винтажный. Не ювелирный, а бижутерный бренд. Так, обратная сторона вот таким вот образом. На такой вот клепочке сделана. Ох ты ж боже, боже, боже мой. Я думаю, что это керамика. Фарфор. Посмотрите, какая красавица. Тоже находила их где-то на ресейле. Не помню за сколько, но довольно недешево. Портрет. Винтажный портрет дамы. Это не камея. Камея это совсем другое. Это просто брошь с портретной. Красивое очень обрамление. Такая старомодная. Очень красивая брошь. Не прибавить, не убавить. Безусловно, удачная. Очень удачная находка. Вот эти клипсы, помните, я вам показывала в предыдущем моем видео, потому что это комплект. Комплект с ожерельем, который я купила за несколько недель до этих клипс. Показывала вам в прошлом видео вот это вот колье от Кора. Маркировок в нем нету. На нем единственное, что есть, это вот этот шилдик, который Кора вешала на свои украшения. Маркируя их вот таким вот образом. Вот этим вот шилдиком. И, как я вам уже говорила в моем предыдущем видео, что, зайдя через несколько недель в этот же самый магазин, я наткнулась на эти клипсы, которые тоже не маркированы. Но, безусловно, это, безусловно, комплект. Без вопросов. Причем, ожерелье я купила за 4 доллара, а клипсы за 8. Потому что тот, кто их оценивал, видимо, уже разбирался лучше. В том же самом магазине просто был другой человек на смене. И, видимо, понял, что это что-то винтажное. Интересное, хотя маркировок на них тоже нету. Вот, как ни странно. Ни на ожерелье, ни на клипсах нету маркировок. Ну, вот видите, как у нас в магазинах? У нас как попадешь? Можно купить что-то хорошее дешево, а потом тоже что-то хорошее подороже. Потому что просто разные люди, которые по-разному как бы оценивают. Ну, больше разбираются, так скажем. Я очень рада, что я их нашла. И повторюсь, в одном магазине они появились с разницей в, может, неделю или две. Я, безусловно, понимаю, что это было сдано в одном мешочке. Но, видимо, вот так вот это у нас работает. В общем, я очень рада, что я их купила, потому что у меня теперь вот комплект. Клипсы. Оставляю украшения. Тоже могу оставить, хотя оно из прошлого. Видео вы его, конечно, помните и знаете. Так, тут даже не знаю, в какой последовательности мне показывать. Вы знаете, я немножко в шоке, так скажем. Я когда... Давайте я подвину все, потому что у нас мало места. Когда я увидела на стенде эти бусы, я, конечно, поняла, что это коралл. Натуральный коралл. Причем они называются... Сейчас я посмотрю в своем скриншоте, который я нашла, за сколько их продают. В магазине их продавали одна... Одни бусы за 3 доллара и другие бусы тоже за 3 доллара. И вот к ним же я там же нашла сережки, которые продавали за 2 доллара. Абсолютный комплект. Я сначала так подумала, ну, наверное, так их оценили. Может, они не очень ценные. Мне они просто понравились. Потом они маркированы. На одних написана маркировка Япония, на других какая-то другая маркировка. Странная, которую я не очень разобрала. Сейчас я вам покажу ее. 3 доллара, девочки. 3 доллара. Значит, сейчас я вам все найду, покажу. Так, мне надо все подвинуть. Может, у меня места нет. Так, значит, одни бусы идут вот с маркировкой. Вот смотрите, какой у них замочек. И здесь написано, типа, люкурал, люкурел, люкурел. Ну, в общем, что-то коралл какой-то, коралл. А здесь написано Япония. Тоже застежечка вот такая. Кстати, вот здесь тоже, скорее всего, или, может быть, и не было никакой бусинки. А может быть, вот именно так и предполагалось, что просто пустая дырочка. А может быть, имелось в виду, что должно быть. И здесь маркировочкой Чапан Япония. Так, они бесподобно красивые, бесподобно нежного цвета. Шикарные. Просто шикарные. И я очень обравилась, когда нашла к ним сережки в комплект. В серьгах немножко потемнел металл. Я думаю, что это не страшно. Потому что здесь он такой маленький, что... Может быть, его можно почистить. Ну, в принципе, за 2 доллара я даже не могу роптать, что металл потемнел. Вот просто такие. Возможно, даже какие-то самодельные, сделанные в комплект к этим бусам. Потому что здесь-то явно на бусах маркировка. Здесь, видите, металл не очень качественный, потемневший. Видимо, или кусочек отстригли от этих бус. И сделали сережки. Потому что вот мне кажется, что немножко они какие-то похожи на самодельные. А может быть и нет. Но, безусловно, это удача. Потому что, когда я стала гуглать, вы не поверите, я обнаружила, что они продаются за сумасшедшие деньги. Я вообще была в шоке, на самом деле. Сейчас я вам покажу. Поставлю картинку. Так, значит, за какие-то 218 долларов набор я видела на эти. Вот одни бусы и вот такие серьги. Называются они винтажные. Значит, цвета салмана. То есть, ну, лососевого цвета. В другом месте я нашла их чуть ли не за 383 долларов. Коробочки японские. 90-х годов японские коралловые бусы. Тоже с серебряной застежкой. Ну, вообще за сумасшедшие 383 доллара. В общем, прилично их оценивают. Стоят они довольно дорого. Как-то их еще называют кожа ангела. Или, в общем, что-то такое. Вот такой цвет, мне кажется, если я не путаю. Ну, в общем, я считаю, что мне невероятно повезло. Вот две пары, две бусы и серьги за такие деньги. Серьги за 2 доллара, бусы за 3. В общем, короче, везение, везение. Я считаю, что невероятно. Дальше. Вот такой комплект мне попался. Это серия Дамаскин. Я не думаю, что, может быть, это и не был комплект. Сделан как комплект. Но, видимо, в магазин сдали комплектом. И они их так и повесили за 8 долларов. Вообще, на стенде очень редко попадаются комплекты. Но, видимо, положили за стекло. А потом вынули и положили, повесили на стенд. Сейчас я вам все расскажу, покажу. 8 долларов они стоили. На них есть маркировка Испания. Я к Дамаскину раньше относилась довольно, ну, как-то так. Ну, как-то я не знаю. Не мое. Но сейчас я его полюбила. Просто полюбила. Посмотрите, какие красивые серьги. Нежные, с жемчужинкой. И вот такая же с жемчужинкой брошь. Они не совсем одинаковые. Как бы не совсем, скажем так, комплектом. Но я считаю, что их вполне можно носить в комплект. Потому что здесь жемчужинка. Вообще, они очень похожи. Так, давайте рассмотрим обратную сторону. Кривой замочек. Кривая застежечка. Надпись. Спрейн. Вот так вот видно. Спейн. Замочек. Думаю, что комплект винтажный. Эклипсы с очень интересной вот такой вот застежкой. По-моему, не очень удобной для уха. Но тоже маркировка Спейн. И вот такие вот они красотки. Я хочу сказать, что Дамаскин в Норисейле не очень ценится. Не так уж сильно дорого. Не очень, я бы сказала, что его задорого продают. Но продаются какие-то такие приличные деньги. Относительно того, что вот я купила за 8 долларов весь этот комплект. В принципе, я считаю, что это удача. Боже, у нас там пожарные, милиция, что-то шумит, полиция, милиция. Так, продолжим. Вот в том же магазине и тоже под стеклом я нашла вот такой, вот такие, такие бусы Кора. Уже за 13 долларов. То есть, вы понимаете, все зависит от оценщика и от того, кто в данную минуту в магазине хозяйничает. Очень красивые Кора. Посмотрите. Разного цвета тоже. Трех цветов. Ой, кому я показываю? Простите, девочки. Трех цветов. Кристаллы от светло-голубых, синих и таких темно-голубых. Маркировки, по-моему, тоже нету. Есть? Нет, маркировка есть. Вот поэтому их оценили немножко подороже. Вот здесь есть маркировочка Кора. И вот этот вот шилдик, который является тоже маркировкой в винтажных изделиях Кора. Иногда есть маркировка с двух сторон, но здесь только с одной. Вот стоила она 13 долларов. Там же были вот эти вот клипсы за 8 без маркировки, но, видимо, человек, который оценивал, понимал. Понимал что-то. Ну и на на этом ожерелье есть маркировка. И вот эта же Кора, которую я купила накануне, в котором нету маркировки. Видите? Но есть вот этот шилдик, было оценено в 4 доллара, потому что вот маркировки не было, и, видимо, человек не разбирался. Ну, неважно. Очень красивое колье бесподобной красоты, бесподобной красоты камни. Я находила что-то похожее за очень дорого. Точно такое не нашла, но находила похожее за сумасшедшие какие-то деньги. Совершенно непонятно на ресейле. Иногда они просто очень дорого оценены, иногда совсем недорого. В общем, иногда и за двадцатку можно попить, а иногда они их выставляют там за 200 долларов. Ну, все зависит от, так сказать, на власти продавца, насколько он решил, что он может дорого выставить свое украшение в прекрасном состоянии. Очень красивое. Считаю, что очень хорошая находка. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такие у нас сегодня были украшения. Много красивого, интересного. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Надеюсь, что если вы у меня впервые, вы со мной останетесь. А если вы не впервые, то я очень рада всем своим старым друзьям. Жду ваши комментарии, оценки. Вы очень мне помогаете в комментариях, пишите очень много полезных и нужных, интересных вещей, которых я не знаю, а вы знаете лучше меня. Поэтому я оценю все ваши комментарии и все, что вы мне подсказываете и помогаете, определить, разобраться. Спасибо всем большое. И все. На сегодня все. С вами была Дита. Всем привет из Канады. Всех люблю. Пока. Бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok